Пресс-конференция Пресс-конференция Позвольте, в любом случае, до недавнего времени возглавлял Минское Динамо. Поэтому, если вы хотите задать какие-то вопросы, пожалуйста, попытаемся ответить. Давайте сразу решим. Ответим вот этой классической схемы. Сразу перейдем к вопросам и ответам. Потому что, как многие знают, Олег Куглев, он уже здесь работал. Олег Михайлович может в принципе рассказать о том, как почулся у вас вариант сдачи Как обычно у всех получается, со мной связались, позвонили, спросили мое пожелание, то есть готов ли я, могу ли я. То есть взяли определенное время на раздумья, встретились, обсудили, поговорили, предварительно намерены, то есть познакомились и так далее с руководителем. Опять же, все взвесили и пришли к единому знаменателю. Вот так стоялось. Приход в дачу стоялось. Олег Михайлович, почему вы живете в даче? Именно дачу, ну потому что дача, наверное, была не то, что самая настойчивая, но ее предложение было, наверное, своевременно, конкретно и устроило. Все просто. Еще поглядя на цели команды, то есть дача и бьера? Ну, естественно, я уже об этом говорил, что мой уход в Зимбру был связан отсутствием, так скажем, больших амбиций у команды, ну, которые снизились амбиции, так скажем, у команды. Поэтому, естественно, если бы я хотел просто работать, я, может быть, остался бы и в Зимбру в данный момент. Но каждый тренер хочет выигрывать, каждый тренер хочет стремиться к наивысшим результатам. А здесь есть не только желание, да, но и подкрепляются возможности. Ну, первая наша задача – это изучить возможности тех ребят, которые есть. Без изменений, естественно, не будет, потому что уже есть отток футболистов. Поэтому, хотим мы того или не хотим изменения, и они, в принципе, в такое зимнее трансферное окно, очень многие команды, большинство команд, наверное, самые большие делают изменения. Да, в связи с тем, что у меня есть свое видение игры и понимание, и в связи с тем, что у нас очень мало времени для подготовки к весенней части чемпионата, и, естественно, мне хотелось бы максимально изучить возможности игроков, которые есть, и брать людей, которые сразу смогут заиграть. И если я буду брать кого-то из белорусов, то я их возможности знаю отлично, и мне с ними, можно сказать, что понадобится, может, одна неделя для того, чтобы они делали все, что я захочу на футбольном поле, понимаете. Поэтому эти футболисты в какой-то мере будут производниками идей. Тем более, что мы будем брать ребят, квалифицированных, опытных, которые должны результат давать сегодня. То есть они нам должны помочь усилить те места, которые команда нуждается именно в таких игроках. Я знаю, что чемпионат молодого претендента, но тебе всего, да, чисто чемпионом, кто будет, и другие претенденты на молодые медали. Если бы не по силам, и я в это не верил, то, естественно, я бы здесь не сидел. Что касается других претендентов, то, наверное, вы все, и мы, и я в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы этих претендентов было больше. Тогда чемпионат будет непредсказуемый, и все будет зависеть от, так скажем, игры своей команды, а не от каких-то там, кто меньше потерял очков, кто больше. То есть команды будут выше конкуренции, значит, команды будут терять больше очки. И если ты сам будешь выступать достойно, то, естественно, получишь результат на выходе, который заслужил, и не будешь на кого пенять, что там тому-то повезло в том моменте, там эта команда снялась, а эта не снялась и так далее. То есть эти нюансы отойдут на второй план, регламент чемпионата и прочие-прочие нюансы, которые иногда влияют на итоговое распределение. Я думаю, секретов нет. Приехало 4 футболиста, ротари, 3 полевых игрока. Об этом писали, тут скрывать нам нечего. Они пройдут медобследование, то есть мы, так скажем, оценим, все взвесим все за и против. Естественно, какие-то будут переговоры, потому что, естественно, футболисты должны, так скажем, согласовать, если там они готовы будут работать в свои условия и так далее. Это все нюансы внутриклубные, так скажем. Количество человек я вам сказал, и тут секретов мы делать не будем пока. Ну, вот это вопрос уже, так скажем, личного плана, потому что, так скажем, бывает, что футболиста хочется пригласить, да, но, например, Павлючика, да, если в частности брать, да, то есть здесь пасмак, капитан команды, да. Я могу привезти сюда и Павлючика, и хоть 10 белорусов, условно говоря, да, но мы, может, тогда перекроем своим футболистам рост. И, поверьте, не уровень мастерства определяется, или он там хорошо играл в Молдове, или там хороший футболист из Беларуси, не должны помешать развитию тех футболистов, которые есть, чтобы не было этих перекосов в том, чтобы приехали свои, там, чужие и так далее. Поэтому здесь взвешиваются как профессиональное качество, так и человеческие, и нужность именно этого футболиста в проекте того, что уже есть здесь готовая команда, которая лидирует в чемпионате. Поэтому на личности переходить пока не будет. Вы говорили, что дальше хотелось стать чемпионом Молдова. Хотелось вам добиться в боевой этап или чемпионом? Ну, первое, для того, чтобы стать чемпионом Молдова, да, нам предстоит очень серьезно поработать. И я не говорю, что, знаете, конкуренты у нас не слабее, чем мы, и мы всех уважаем, и возможности у некоторых, я думаю, что даже повыше, да, чем у нас. Для того, чтобы стать чемпионом, надо потрудиться, и очень много должно еще сложиться всяких факторов, да. А чтобы попасть в Лигу чемпионов, да, это уже следствие из этого, да. Еще надо будет потом сделать один шаг и так далее, и так далее. Ну, давайте не будем туда уходить, потому что некрасиво, наверное, нам, но мне, в всяком случае, сейчас говорить про такие вещи, потому что надо стоять на земле. И мы в январе пока находимся. Далеко уже подбирали, да. Да, вопрос такой, правда, может, покажется, какой-то остров. Вот, когда вы уходили, вы помните, как фанту Зимбру скандируют машину. Не часто бывает такое, особенно фанту Зимбру, что вы скандируете на пене. Ваш переход дальше, вот сейчас, то, что взяли команду дальше, не скажешься на взаимоотношения с фанатами двума Зимбру. Не думаете ли вы, что, к примеру, фанат Зимбру могут там? Ну, что у меня хоряга, одни словами. Ну, я уверен, что этого не будет, потому что, так скажем, косвенный диалог с фанатами Зимбру у меня был именно, когда я уже принял решение перейти в дачу. То есть, ну, не хотелось бы мне здесь что-то раскрывать, каких-то тайных. Я уверен, что этого не будет. Во-вторых, ну, если кто-то будет чем-то недоволен, то, ну, понимаете, не каждого человека, так скажем, можно убедить или в чем-то разубедить. И я надеюсь, что мы своей работой заслужили это уважение. И, так скажем, терять уважение просто, что ты поменял место работы, ну, это уже будет, может быть, для меня это будет неправильно. Но если фанаты решат проявить свои какие-то эмоции и так далее, никаких проблем. Каждый человек, мы живем в свободном мире, и проблем не вижу. Потому что, еще раз говорю, мы старались принести пользу клубу, и тогда мы работали в том клубе, и это нормально. Перешли в другой клуб. Мы здесь не какие-то не враги, и ни в коем случае, особенно за футбольным полем, да, это вообще, ну, надо выстраивать отношения, стараться их улучшать. Я думаю, чем человек взрослее становится, тем он больше это понимает. Здесь никаких я не вижу проблем. Как меня встретят, да, не обижусь, не расстроюсь, но мне кажется, что будет воспринимать нормально, потому что мы не делали ничего плохого за спиной и так далее, и так далее. Ну, может быть, но я не буду по этому поводу переживать, потому что, как говорится, если чистая совесть, чего тебя мучатся и так далее. Поэтому никаких проблем здесь нет. Просто, Куслан, вы, Куслан, скажите, какие-то требования при подписании контракта у тренера, что там, из-за того, если вы были, подошли, особенно, были, а как? Ну, я еще раз повторю, я недавно говорил это, но еще раз повторю. Могу единственное, что сказать, что переговоры не были сложными, потому что, когда встретились, обсудили, понятно, наши цели, понятно, постарались максимально открыть все карты, показать наши возможности, сказать нашу цель и то, как мы видим эти пути. Олег Михайлович, скажем так, очень нормально, грамотно к этому подошел и переагировал. Не было сложности, особой сложности в процессе вот именно переговоров для того, чтобы договориться. Может быть, действительно получилось так, что вовремя мы обратились, или вот так вот, или действительно, может быть, мы действительно сделали неплохое предложение. Ну, самое главное, как бы, что переговоры были абсолютно честными и открытыми. Мы сказали честно, что мы хотим. Олег Михайлович обдумал, сказал, что он может. Вот и все. То есть абсолютно все было легко. Вопрос с Гастей Микулы. Сегодня стало известно, что клуб подписал контракт с Деверой Сирадзе. Какие хорошие качества вы можете выделить в этом игроке? Ну, первое, что я его, во-первых, еще пока мало знаю, но футболист, который играл на высоком уровне, и до такого возраста и играл на этом уровне, значит, у человека есть не только игровые качества, но и человеческие. Потому что те, кто, так скажем, 30 годам и после 30 остаются на том же уровне, в котором играли, это значит, человек уже профессионал. Все, что касается игровых качеств, то я, наверное, как и большинство тренеров могу говорить, когда с человеком ближе познакомишься, именно так пощупываешь, то есть тренировочных процессов. Потому что картинка – это одно, я не слежу специально с каким-то футболистом, буду изучать, если мы решили брать, мне все равно с ним работать, мне нужно его раскрывать, открывать, это только может быть совместной работой. Поэтому все я могу ответить, когда мы хорошо изучим возможности этого футболиста. Ну, вы знаете, опять же, надо прагматично подходить к этому вопросу, да, есть лимит на легионеров, да, есть позиции футболистов и так далее. Ну, скажу, что в Зимбру были футболисты, которые мне очень импонировали в плане обучения. То есть, хотелось бы больше иметь футболистов всегда, любому тренеру, которые тебя понимают с полуслова, да, и это независимо от того, это футболист в Зимбру или футболист не в Зимбру. Естественно, остались в Зимбру какие-то футболисты, которыми мне было легко, комфортно работать, да. Опять же, надо все взвешивать, лимит, позиции и так далее. Поэтому фамилии я называть не буду. Как у вас распределены функции, то есть, вы уже как бы определились, если, как будете координировать работу тренциума? Ну, ты знаешь, но вопрос не ко мне, Олега Михайловича. Сопроординацию соблюдать, а я помощник Олега Михайловича. Я давно знаю Олег Михайловича, и поэтому помощником был. Я думаю, что у вас будут сложности. За что я буду обречать, но я, Олег Михайлович, лучше вам описать. Если я могу просто представить, чтобы вы просто знали, да, Владимир Иванович всю жизнь играл полузащитником, да, ну, ближе к закату карьеры, играл защитником. То есть, он был в свое время капитан национальной сборной Белоруссии и поиграл там и в российском премьер-лиге, и за рубежом, и в других. То есть, поэтому ему ближе специфика, так скажем, работы с игроками оборонительного плана. Ну, не ближе, то есть, он сам играл. И когда мы работали в Торпедожодином месте, мы распределяли себя. То есть, он больше работал с оборонительной группой, то есть, с группами игроков, я больше с атакующими. Естественно, меняемся для того, чтобы был свежий взгляд и прочее, прочее. Поэтому сегодня наша задача, чтобы мы с ним изучили максимально игроков. Потому что мы меняемся местами, меняемся, говорится, взглядами, сторонами и так далее. Поэтому здесь наши функции, скажем, едины. Сделать команду сильнее и каждого игрока. Поэтому перед тренировкой мы обсуждаем, что будет. У нас нет заранее, скажем, служебных обязанностей. Что делает я, что делает он. Мы распределяем это, зависит от того, что мы хотим на тренировке добиться. Какие задачи ставим, какие цели перед футболистами. И, естественно, распределяем свои обязанности, чтобы, так скажем, эффективнее провести тренировочный процесс. Решение принимает совместность? Конечно. Ну, естественно, последнее слово будет за мной, потому что мне отвечать. И это, ну, естественно, это правильно. Если бы я переложу на Владимира Ивановича, да, я уверен, что он сделает это не хуже. Но тогда это будет, ну, неправильная пирамида, которая потом, естественно, так скажем, может быть, какие-то здесь будут неправильные решения. И потом, естественно, перекосяк может произойти. У меня еще один вопрос, господин Жюри. Что вы знали о даче местом чемпионата Добереза в Молдове? Во-первых, мы встречались с молдовской командой, с шерифом, когда я был тренером Шахтера. Смел с вами. Ой, извините, смел с вами, да. И с дачи мы играли на прошлом подготовительном сборе в Турции. Я поднял видео, посмотрел, вспомнил команду. Но здесь мне, конечно, будет тяжелее. В нем будет не каждый знакомиться только с командой дачи на чемпионатах. Олег Михайлович работал год. Я знаю его профессиональные качества. Я думаю, что Молдовский чемпионат он знает очень хорошо. И здесь мне поможет поставить. Пусть еще есть? Нет. Вот, ну, вот, тем, еще раз, как бы, быстро, зимы, которые раньше, зимы, с вашего хвоста. Вот, например, не знаю, нужно все говорить. По отдельности, программопичного. Вот, например, Александр Дедов сейчас, ну, вот. Мне пришло это с дот, как бы, в душе. Я бы хотел иметь задачу. Чего то, что раньше играл бы так. Я не хотел бы сейчас, еще раз говорю, переходить на личные эти. Если вам интересует, какого бы игрока я хотел бы видеть, да, я могу сказать одного игрока, которого я не могу пригласить, но я хотел бы видеть. Вот, а о том бы, кого я хотел бы видеть, да, и кого бы я мог из имбру пригласить, я не буду говорить, потому что вы понимаете, что, ну, условно, я скажу вам, хотим мы этого игрока, и вот этот игрок завтра окажется в стане соперников, да, это будет неправильно, да. Хотите, я вам скажу, одного игрока, которого бы я хотел видеть, да, у меня вот был очень такой обучаемый и интересный защитник, Костя Богдин, да, который уехал в Артыш, да, ой, не в Артышку, в Венесей, да. Вот этот футболист мне импонировал именно тем, что, насколько он понимал хорошо, игру читал, вот, ну, я просто уверен, ну, чтобы нам просто, наверное, не по силам его забрать, ну, наверное, всякое может быть, да, но этот футболист мне импонировал всем, вот, с чем я с ним сталкивался, как и обучением, пониманием, отношением на поле к партнерам и так далее, то есть, вот для меня это футболист, который, наверное, ну, ну, это будущее, я считаю, молдавского футбола, дай бог, чтобы он развивался быстрее, чтобы прогрессировал, дорос до уровня сборной быстрее. Есть еще вопрос, Костя, 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 Костя по поводу, в сезоне приходят игроки, уходят игроки, понятное дело, что помимо усилений будут игроки, которые покинут команды, наверное, фанск может появиться. Скажем так, пока официально там не расторгнуты контракты ни с одним футболистом, которым, скажем, относился вот именно к первой команде. Действительно, есть сейчас, подписали из новых, то, что двоих грузинских футболистов, одного молодого, очень перспективного мальчика с Россией, и плюс, вы знаете, что нам в команду перешел Горел Фронзе с Вереса и Сережа Кожака, это то, что официально на сегодняшний день подписан. Соответственно, ну, что сказать, там порядка 30 футболистов сейчас на тренировке, ну, около, там, двое молодых ребят, там, Бижан и Рожков, молодежной сборной принимают, молодого принимают участие в турнире на Кубах Содружества. Вот, в принципе, практически все подъехали, то есть людей много. Естественно, ну, наверное, это уже будет, как бы, тренерский штаб принимать решение. Будем думать, лишь бы держать не будем. То есть кого-то, может быть, будем передавать в аренду. Есть, не скрою, есть заинтересованность у некоторых клубов в отношении Милоша Карпотича. То есть есть вероятность того, что в эту зимнюю паузу он, может, будет продан. И есть еще, там, один-два футболистов, которых, как бы, есть интерес, но не настолько более конкретный, как Милоша Карпотича. Это то, что есть на сегодняшний день. Если не секрет, то куда зовут Милоша? Ну, я не буду говорить, но я единственное могу сказать, что чемпионат, который, скажем, квалифицируется по уровню выше, чем молдавский, и клуб, естественно, скажем, тоже гораздо, в который регулярно играет в европейских клубах, как групповых стадий, скажем так. Вы из ближнего летания уже улетели? Среднего летания. Из недалекого. У меня, в общем, такой вопрос. Если будете передавать игроков в аренду, будете тоже ставить условия, чтобы против Дачи они не выступали? Слушайте, у нас, мы передали ряд футболистов в «Динамо», тоже там, молодых, которые посчитали, что они не получали достаточно игровой практики в «Дачи», и молодых, и опытных передали в «Динамо». Мы не поставили таких условий. Они выходили играть. Спасибо. Вопрос еще есть? Если нет, то я вам спасибо. 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 Удачи вам. Удачи. 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 Удачи.